у меня ощущение будто так я выгляжу как офисный работник ладно давайте посмотрим эти ваши видео игры почему игра позволяет это сделать лол кстати черт это надо будет проверить знаете чего не хватает пруд с пираньями дополнение со звездами есть такое знаете там то ли акула то ли пиранья не помню возможно оба кому-нибудь еще там работницы кажется довольно бесполезными в sims 4 они никогда нормально не убирают и просят тонну денег за половину выполненной работы да кстати как и няньки тоже да вообще на самом деле все вот эти работы особенно уборка нахрен не нужны в sims я даже не могу наслаждаться богатством в игре потому что наняв целую команду дом все равно остается довольно знаете заросшим и засраны так что да нафиг дом работниц сейчас пойдет немного сентиментальный сегмент потому что здесь кошечку которая недавно нас покинула создали опять заметили что это все более популярная тема создавать либо умерших родственников либо еще чаще умерших животных как всегда еще раз мне нравится вот такая часть sims не в том плане что мне нравится когда умирают ваши домашние животные нет но вот такое применение игры и дальше примерно те же самые настроения вот что муж моей симки сказал ей прямо перед тем как умер у нее на руках знаешь что это было абсолютно превосходное время проведенное с тобой мы наделали так много прекрасных воспоминаний и наделаем еще больше я уверен в этом умирает от смертельной болезни ах какая история подождите от какой смертельной болезни в sims есть смертельная болезнь я только знаю что можно в джунглях отравиться кстати знаете что я планирую кое-что сделать в одном из прохождений кстати вот здесь и было бы шикарно если вы могли накидать самые опасные действия которые можно делать в sims например есть испорченную рыбу фугу отправляться в джунгли без противоядия или нырять в пруд голодным пираньям вот все такое накидайте пожалуйста кое-что грядет подписывайся и узнаешь а подпишись шутка но про спонсорство почитай там много интересного черт никогда не устареет нет рада почитать сим умер семь часов назад жнец до сих пор не появился какие-то мысли но я на самом деле просто надеюсь что не сильно воняет потому что когда готовишь нужно чувствовать запахи и и ощущение как будто кто-то реально нас убери проходит зелененький цвет здесь у нас розовый цвет это не может быть момент перехода от седьмого поколения к восьмому кто-нибудь еще получал это сообщение прежде поздравляем вы обратили на себя внимание dream home decorator network ваша недавняя работа будет звездой в спешили фэллиэс энд флопс в пятницу с 8 до 10 часов вечера странно я такого не получал хотя делал потрясающие вещи в этом наборе вот здесь посмотри ой мы там ломали за деньги клиентов им квартиры они были счастливы новая sims семья мама дизайнер интерьера папа учитель их дорогой сынишка втроем они живут вместе а я скажу или вы боже мой ну шо за красавец ребенок грустный из-за сломанного кукольного домика кто-то сломал кукольный домик как ужасно ты сломала кукольный домик ты маленький кусок говна буквально пять минут назад у горожане сразу после обновления дня спа да вы знаете как у нас работают случайные наряды ой блин точно это раньше приходилось хотя бы очки сережки удалять потому что все они были в аксессуарах постоянно кепки так далее теперь с ногтями еще будет кстати я вот наткнулся на этот пост именно из-за него вот этот видос который вы смотрите вы смотрите сегодня потому что я так понимаю сегодня вышло это самое обновление кстати если кто-то обновился напишите в комменты как она вам реально очень интересно что там по ноготочкам вообще сегодня должен был выйти другой видос чужой сим умер от истощения в университете потому что буквально не единого холодильника вокруг а ну тогда получается очень реалистичная игра потому что так студенты описывают только не живут делаю самов в sims ну-ка а тик ток не смешно как заставить сима не смотреть в стороны когда он работает на компьютере но я даже понимаю чет я подустал вот хотя бы свой канал есть здесь развлекаюсь целом ребят конечно уж вот это очень наступило я на самом деле с конца июля было тяжеловато сейчас зачитаю вы сами все поймете это охренеть я действительно горжусь собой за то что провела или провел восьмерых симов через универ одновременно как это возможно вообще вы мне писали что я очень хорошо провел универ кстати вот здесь начало всей университетской истории вообще все про универы и вы говорили что типа у меня нормально получилось потому что вы в универах обычно страдаете играя даже одним я проводил максимум двух сыграть за восьмерых персонажей пройдя универ какая жесть аж камера не фокусируется на мне мой зим закатил вечеринку и 4 человека померло но это видимо хорошая вечеринка удалось не у всех но кому-то точно было весело один из нас сул сул на номерах да кто не знает сул сул за типа привет привет вот и выросли ребят которые играли в играх теперь у них есть машины и они могут покупать любые номера на эти машины стоишь и да вы мне говорили что я поступил плохо до убивая всех вампиров убил еще и ваторы но посмотрите что он пишет помнишь меня надеюсь твой день также ужасен как твое так называемое чувство вкуса понимаете он отвратительный все вампиры отвратительные их надо убивать sims звучит немного чересчур радикально надеюсь меня не посадят но я просто всех вампиров в sims там потихонечку о слушайте я обычно спрашиваю вас как назвать своих персонажей в нацобери или например в том же рэксу ричес вы давали имена типа боберт спонсор лягуш и так далее но здесь просят только ужасные имена давайте смотреть грогна уничтожитель и здесь сказано ужасные имена они превосходные при я я думал здесь будут смешные имена а здесь имена типа кутберт для мальчика и хортенс для девочки лазанья и листерин вот это лучше майсикл потому что это очевидно то есть чего сокращается майк немного английского юмора а нет кто-то ниже объяснил я потому что байк сокращен от байсикл собственно майк сокращен от майсикл мы кстати также боберта назвали потому что роб сокращение от роберта следовательно боб у нас боберт опять же это рэксу ричес это вот все вот там определенно худший аутфит который sims для меня когда-либо генерировал у вас есть ли какие-нибудь скрины с самыми худшими вообще с генерированными нарядами от sims накидайте что-нибудь или в поблоссере в беседу я бы тоже посмотрел потому что у меня периодически такое случается ими приготовленные до свадьбы вот честно я не знаю как вам я такое вообще не люблю и пышные якобы красивые свадьбы совершенно их не понимаю кому вообще нужна якобы красивая свадьба опять же просто мои взгляды и камеры которые не фокусируются пожалуйста сфокусируйся на мне она не узнает в этом офисном прикидет и камера это я решил нанять няньку для страдающих родителей вау не подпускайте его к детям особенно сейчас когда он мертв черт майкл джексон легенда но к детям все равно лучше не подпускать хотела выложить в instagram мою милашку сюрприз атака злобного петуха кстати петухи разные вот это вот все там по подсказке лучше всего что она в квартире ферма с коровами в квартире не шучу посмотри тем более что этот ролик все равно закончился